приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут лилия донского и сегодня очень волнительный день когда я буду пробовать новинку из каталога oriflame а сейчас можно приобрести пробник а в каталоге 4 можно уже заказать целый продукт это адаптивная тональная основа the one everlasting thing spf 30 итак давайте расшифровывать что же интересно в этой тональной основе ну во-первых spf 30 говорит что у нее очень высокий spf фактор и для нас это самое классное потому что первое место факт первый фактор старения кожи это солнечные лучи негативные и когда мы наносим хорошую защиту то мы сохраняем свою кожу молодой и красивой далее в состав входят специальные пигменты скин камуфляж который адаптируется к тону нашей кожи но тогда вопрос зачем так много оттенков я насчитала целых 10 но посмотрим что получится и пудра oil control впитывает излишки кожного сала и пота и получается стойкий такой матовый макияж и что здесь еще интересно то что стойкость нам гарантируется до 30 часов сейчас мы с вами будем пробовать этот тон мне прислали его в очень красивые открытки внутри есть также раскладка с кодами можно выписать пробник кстати в каталоге номер 3 можно выписать до 5 оттенков пробников в одном заказе и сразу коды оригиналов которые будут в большом флаконе уже в четвертом каталоге мне прислали оттенок 37094 это холодный фарфоровый я думаю это то что надо потому что у меня потом кожи холодный а фарфоровый это как раз светлый потому что у меня сейчас кожа очень светлая вот так все запаковано ищем где открыть вот я нахожу как раз такой треугольничек выемка открываю и небольшое количество какой приятный цвет я выдавлю себе на руку все не буду выдавливать потому что как правило в пробнике кладут средства достаточно много хватает на пару раз это точно то есть я немножечко выдавила и попробую сейчас сначала пальцами наносить тон кстати что интересно если вы заметили у меня сделан макияж глаз но кожи я не трогала только сделал свой обычный привычный уход как я делаю с Novage и я заметила что некоторые визажисты специально сначала делают макияж глаз а потом выкладывают тон пудру корректирующие средства румяна и к чем это интересно то что когда мы делаем макияж на глазах то могут осыпаться тени и потом их трудно удалить уже с подготовленной кожи я хочу попробовать сейчас тоже сделать наоборот может быть мне так даже больше понравится и так сначала попробую пальчиками потому что я знаю что многие пользуются для нанесения тональной основы своими приспособлениями которые у нас врожденные встроенные с самого рождения это наши пальчики что для меня важно в тоне чтобы он был эластичный и легко наносился на кожу для меня очень важно чтобы он не забивал поры пожалуй это даже самое главное потому что как я заметила все тональные основы наносятся очень хорошо в oriflame они прекрасно распределяются но со временем они даже если сразу в поры не забились то через несколько часов они могут собраться в порах и вот для меня это самое главное понаблюдать поэтому вторую часть видео мы запишем уже вечером и я вам расскажу как вот в течение дня носился тон будет ли отпечатываться он на воротнике пуховичка моего черного на котором сразу видно все абсолютно так ну вот первое впечатление наносится идеально не пятни нет вот пятен полосок вы видите я его так вот ляпнула так вот пальчиками конечно мне не очень привычно потому что я всегда наношу тон кистью так посмотрим как он перекрывает вот у меня есть тут маленькое пигментное пятно ну да практически полностью замаскировалось так что еще важно пока вспомнила заметила что многие когда наносят крем или очищающее средство или тональное средство помогают себе вот таким образом так вот так тянут рот чтобы лучше распределить вот ни в коем случае так делать не нужно потому что вы натягиваете мышцу в другую сторону ее тянется получается нежелательное растяжение мышц и образуются преждевременные морщины поэтому не нужно вызывать морщины раньше времени так ну вот я нанесла пальчиками теперь мне хочется попробовать кистью и вы заметили что я не наносила праймер кстати праймер не обязательно носить каждый раз перед тем как делаете макияж скорее это даже более такой праздничный макияж когда готовитесь на выход а так можно справиться вполне и без праймера слушайте ну личико прям идеальное такое ровненькое ой хоть бы только не получилось так что он потом соберется в порах так возьму кисточку вот такую плоскую нет возьму свою любимую пушистую и вот так набираю немножечко тона прям с руки кстати тон на руке подогревается то что тоже очень хорошо и уже на кожу переносим с руки кистью кистью мне конечно гораздо более привычно и быстрее смотрите раз раз и готово хотя рукой тоже можно справиться если куда-то едем в путешествие то можно и без кисточки обойтись и рукой быстренько нанести тон так по моему супер аккуратненько подхожу глазка можно взять плоскую как раз кисть и вот тут где глазки подойти к макияжу аккуратненько вот на данном этапе пор вообще не видно и это очень хорошо и осталось чуть-чуть на лоб как раз очень тонкое нанесение эластичная тонкая я довольна вы знаете я на самом деле очень переживала потому что в последнее время моей любовью стала тональная основа стойкой серии the one я просто ей не могла нарадоваться единственное и и конечно недостаток то что она все-таки отпечатывалась на воротнике посмотрим как будет себя вести новинка потому что это тоже важный показатель я думаю не только для меня у вас как с этим тоже отпечатывается тон или я одна такая страдаю вот смотрите я сделала лицо и потом кистью так вот смахиваю к шее растягиваю тон чтобы не было границ хотя по оттенку он не идеально подошел его вообще не видно на лице он не отличается с цветом шеи это то что нужно когда вы выбираете тон он не должен быть темнее чем шея потому что если вы наносите все на лицо и потом отходите то есть вам лицо нравится вы отходите в сторону видеть что шея как белое пятно сверкает а лицо такое коричневое да смуглое почти что загорелое то это очень некрасиво то есть лицо выглядит как будто оно вырвано из контекста отдельно от тела то есть голова сама по себе тело само по себе вот такого быть не должно макияж должен быть лаконичный нежный такой и очень деликатный так ну вот мы с вами попробовали рассматриваю еще раз очень все хорошо я не вижу излишнего сияния то есть лицо сразу как будто бы стала матовая даже вот пудру можно не наносить потому что то что вот легкие есть блески даже я не могу сказать что это блеск усияние какое-то небольшое то она очень даже выглядит приятно итак я с вами ненадолго прощаюсь вечером продолжим запись и расскажу вам все в подробностях как себя повел новичок до вечера ну что ж снова здравствуйте я сделала немного больше чем вам обещала я вчера делала тест-драйв номер один а сегодня я сделала тест-драйв номер два все с той же тональной основы вот этого пакетика мне хватило как раз на два раза почему я решила не записывать видео сразу после первого дня применения сейчас объясню я вчера сделала таким образом я нанесла тонкий слой как обычно но не стала наносить ни пудру ни румяна и просто весь день походила с этим тоном понаблюдала как он будет себя вести а сегодня я сделала такой глубокий макияж то есть я два слоя тона нанесла пудру румяна то есть я делаю макияж для фотосессии поэтому немножечко так даже перестаралась надо сказать и сейчас расскажу свои ощущения от этой тональной основы итак первое что мне очень понравилось она идеально наносится любым подручным средством хоть это будут руки наши пальцы хоть кисть и я думаю также спонжиком будет все очень классно носиться она эластичная не пятнит не полосит то есть она прям идеально растекается по коже лица недаром она называется адаптивная адаптивная или адапционная ну она адаптируется умная тональная основа по поводу того как она носится вот сейчас вы видите уже поздний вечер я утром делала макияж и у меня чуть-чуть появился блеск я сейчас перед видео специально ничего не делала только подкрасила губы кстати вы можете посмотреть как идеально держится макияж глаз весь день сегодня я и гуляла и была на мероприятии и потом полежала и даже вздремнула то есть макияж держится идеально при том что тональная основа немного оставляет следы но на воротнике одежды то есть она не не настолько стойкая как мне бы хотелось а по поводу того как она вы забивается в поры или нет я вижу небольшое вот это вот собрание тональной основы в порах но оно не такое заметное как от некоторых других тональных основ то есть можно конечно придраться а можно как бы сказать ну да бывает но если у меня такие поры что они прям собирают тональную основу практически любую но не всю все же поэтому у меня есть небольшая претензия к этому тону хотелось бы чтобы он абсолютно не собирался в этих местах так что-то еще хотела вам сказать важное ну в общем то я довольна в целом я довольна и я думаю ее можно смело рекомендовать без проблем сами обязательно попробуйте я рекомендую вам выписать пробники потому что можно послушать разных людей одному хорошо другому не очень третьему супер но вы должны прочувствовать свои собственные ощущения кожи потому что у нас у всех разная кожа и по типу и по составу и визуально и просто она по-разному бывает что реагирует в течение дня меняется поэтому поймайте свое впечатление и только после этого уже заказывайте полный образец договорились что я хочу вас попросить вы посмотрели первую часть видео и сейчас уже поздно вечером скажите чисто визуально на ваш взгляд лицо выглядит лучше чем вот с другими тональными основами с которыми я обычно записываю видео чувствуете ли какую-то разницу потому что мне многие в комментариях в инстаграм написали что лицо вообще другое в личку мне даже писали спрашивали что за тон я рекламирую потому что лицо как-то преобразился мне кажется она выглядит свежее и моложе но это лично мое впечатление при том что я сегодня немного не выспалась меня разбудил ранний телефонный звонок и я уже потом не стала дальше досыпать свои еще два часа как то как я люблю мой сон где-то восемь часов должен быть в общем то я считаю что тон действительно красиво играет на лице и в общем то очень даже хорошо и так все я заболталась давайте прощаться жду от вас отзывов желаю вам красоты здоровья счастья позитива и до новых встреч в наших видео пока пока